Если же вы планируете этим отчетом делиться с коллегами, то для этого вам нужно данный отчет выложить на сервис Power BI, который находится в интернете. Для этого вам нужно будет там зарегистрироваться и получить учетную запись. Учетные записи также есть в двух вариантах. Версия бесплатная и версия Pro, но для того, чтобы конкретно уже с коллегами отчетами делиться, вам таки нужна будет версия Pro. В бесплатной версии вы просто можете смотреть, как эти отчеты создаются, размещать их в области, в некой своей рабочей области и там с этими отчетами работать, создавать свои панели мониторинга, dashboard. Вот. Регистрироваться на сервисе Power BI в любом случае, бесплатную вы планируете версию использовать, бесплатную нужно с рабочим e-mail, то есть не подходят различные общие ресурсы типа Google, Яндекс и Mail.ru. После того, как вы выкладываете свой отчет на сервис, вы имеете возможность получить доступ к мобильному приложению на каком-то, соответственно, мобильном устройстве. Про это чуть-чуть дальше еще будет. Итак, основной частью работы с данными является Power BI Desktop. Это приложение позволяет вам подключиться к данным из различных источников, эти данные обработать и создать такую схему, на основе которой вы хотите получать уже виртуальные ваши картины. Это приложение Power BI Desktop использует те же надстройки, которые у нас имеются в Excel, которые Excel превращают в очень мощный инструмент по работе с данными, такой инструмент, который не имеет ограничения на количество записей. То есть я думаю, что вы знаете, так, в обычном Excel мы имеем ограничение в миллион 48 тысяч с копейками строк на каждом листе. То есть если вы данные, скажем, с SQL сервера пытаетесь получать, то вот у вас есть ограничение в миллион строк, и все, дальше таблица не лезет. Но это в том случае, если мы не используем вот этот блок, который называется Power. Если вы подключаете вот эти надстройки, то вы можете загружать данные в модели данных, и там этих ограничений уже нет, у вас могут быть данные в бесконечном количестве. То есть там нет уже ограничения ни по количеству строк, ни по количеству таблиц, в общем, там совершенно другая жизнь и другая работа. И вот те же самые инструменты Power Query, Power Pivot и Power View, да, те, которые работают с данными, они используются в Power BI. То есть здесь тот же самый движок, и с ним, в общем, достаточно удобно работать. Power BI, в отличие от тех систем, которые я видела, дают вам очень хороший, очень такой интуитивно понятный и дружественный для пользователей интерфейс по преобразованию данных. То есть очень часто происходит, что мы берем данные какого-нибудь сервера, и они имеют определенную жесткую структуру, а нам нужно совершенно что-нибудь не то. Или у нас есть таблица, которая представляет какие-то уже отчетные данные, а мы хотим их каким-то образом в дальнейшем анализировать, и вот эта вот конечная форма нам для анализа не подходит. Или, скажем, мы подключаемся к данным из 1С, там много трудностей происходит с данными, и также приходится их дополнительным образом срабатывать. Вот здесь, в Power BI, это делается совершенно прекрасно, да, там очень легкий для понимания интерфейс, легко с этими информировать, если успеем, покажу кусочек. Вот, ну и последний плюс Power BI, да, он обновляется ежемесячно, ну не реже раза в месяц, все время выходят у него новые визуализации появляются, новые возможности, в общем, и он вот очень активно развивается. Да, там очень много хороших вещей, и вот попробуем на... Вот. Порядок работы с данными в Power BI Desktop. Мы сначала выбираем источники для подключения к данным, и к этим данным подключаемся. Сказал бы мне кто-нибудь, как-то добавится вот от этих оповещений, я была бы благодарна. Итак, мы подключаемся к данным, при этом у Power BI есть огромное количество коннекторов, когда будет демонстрация, я пробегусь по этим разделам, и мы посмотрим на то, какие они. Да, огромное количество коннекторов, которые позволяют вам очень легко подключиться к данным различного типа, то есть это и файлы, любые табличные, да, это и XML, и Excel, и табличные данные с разделителями, то есть формат CSV, текстовые файлы, и даже можно выбрать... Александра, попрошу, нажмите снова кнопочку ShareScreen. Так, а что случилось? Ну, минутку назад меньше в ShareScreen у вас отключился, нажмите, пожалуйста. Так, я этого не делала. Скажите мне, пожалуйста, Сергей, прошу прощения, коллеги, еще раз, как-то я могу отключить эти уведомления, которые всплывают о том, что подключаются новые пользователи? Нет, к сожалению, вот эти уведомления отключить вы не сможете, а вот то, что сейчас нам сильно поможет, это третья клавиша в верхней панели, нажимаете Screen, ShareScreen. Конечно, не знаю, от чего он отключился. Итак, продолжаем, да, продолжаем разговор. Вот то, на что мы смотрели, да, подключение к данным различное у нас есть, возможности по подключению к данным, то есть, как я говорила, да, файлы, плюс есть еще возможность, скажем, подключиться к папке, если в эту папку у вас поступают регулярно все новые и новые отчеты, вы осуществляете подключение к папке, и при следующем обновлении, если там какой-то файл удалился, какой-то новой добавился, вы сразу получаете обновленную картину. Вот, базы данных тоже все известные, да, самые основные базы, естественно, подключения к папке есть, это и SQL Server, это Oracle, SAP HANA, в общем, много-много разных, да, включая там, аналайзи-сервисы, да, то есть, с отчетом также вы можете подключить. Есть облачные ресурсы, к которым есть подключение, ну и различные веб-службы, то есть, если, там, скажем, вам нужны какие-то данные из Википедии, вы можете подключиться к табличке Википедии, да, и оттуда также данные получить. Вот, в общем, еще раз пробежимся по этому пункту, когда будет у нас демонстрация, соответственно, там еще немножечко на них посмотрим. Итак, мы подключаемся к данным, потом мы эти данные каким-либо образом формируем, то есть, что туда входит? Можно преобразовывать таблицы разными способами, можно добавлять столбцы и удалять ненужные, да, то есть, мы подключаемся к данным, которые есть у нас, скажем, на SQL-сервере, данные, которые там у нас, естественно, не портятся, мы подключаемся к таблице или к запросу и получаем какое-то количество полей, которое было в этом запросе, предположим. А нам нужны не все эти поля, а там три штуки из них. Тогда мы что делаем? Мы оставляем только нужные, и в следующий раз, когда вы обращаетесь, то есть, когда происходит обновление, вы получаете только нужные вам данные. Вот, плюс, как я уже говорила, огромные возможности у Power BI по трансформации данных, он их хорошо очень обрабатывает, там таблицы преобразуют, в общем, дает вам возможность получить именно те данные именно в том виде, в котором вы хотите. После чего вы подключиться можете к данным из различных источников для построения одного отчета, после чего вы устанавливаете связи между этими таблицами, указываете, как они взаимодействуют, и уже переходите к созданию отчета. Создаете отчет, добавляете различные визуализации, а потом уже публикуете этот отчет на сервис. И, собственно, переходите уже к работе в Power BI сервисе. Power BI сервис позволяет вам посмотреть не только тот отчет, который вы создали. Отчет создается и публикуется на сервисе. Дальше вы можете из одного отчета или из нескольких собрать определенную панель мониторинга. Вы можете собирать ее из визуализации одного отчета, можете взять несколько разных, и собрать ту панель мониторинга, которая в данный момент вам интересна. Плюс что еще можно делать? Можно подгрузить в Power BI сервис прямо целиком книгу Excel, и в Excel онлайн поработать на сервисе, и потом на основе этих данных построить новые-новые визуализации. Точно так же можно еще поработать с наборами данных и также к ним подключаться. То есть когда мы публикуем на сервис отчет, у нас попадает на сервис не только сам отчет, но и все эти данные, которые были необходимы для его построения. Эти данные собираются в набор данных. К каждому отчету такой набор данных прикреплен один. А когда мы собираем панель мониторинга, если мы эту панель мониторинга формируем из разных отчетов, которые у нас были, соответственно, данные берутся из разных наборов. То есть это расширяет ваши возможности по созданию наборов для различных групп пользователей. Плюс вы можете не только вот такие вот отдельные дашборды делать, вы можете также создать целый набор, который называется контент-фэк, в который поместить, скажем, какие-то несколько панелей мониторинга, какой-то отчет, и туда автоматом добавляются все необходимые данные. И вот такую вот группу собрав, вы можете именно вот этим уже контент-фэком поделиться с вашими коллегами. То есть чтобы не каждый отдельный элемент размещать, а вот такой вот набор. После того, как вы разместите ваш отчет на сервисе, вы получаете доступ к этим данным через мобильные приложения. Мобильные приложения есть, в общем-то, для всех имеющихся, по-моему, на сегодняшний день, мобильных устройств. То есть это и устройства под управлением Windows, и iOS, как на iPhone, так и на iPad можно смотреть. И для Android также имеется такое приложение. Соответственно, скачиваются они в соответствующих магазинах. То есть вы можете это приложение скачать и посмотреть, как там работает. Вот. Что может делать мобильное приложение? Вы можете просматривать ваши панели мониторинга, да, вот информационные панели. Вы можете отмечать некоторую информацию, как избранную, то есть быстрее получить доступ к информации. В отчетах можно также там вот выбирать какие-то данные и смотреть конкретику. Вы можете, вот просматривая определенную какую-то визуализацию, да, определенный какой-то элемент, можете нарисовать, как бы сделать картиночку, да, дописать там какие-то комментарии, и потом вот этой вот уже картинкой поделиться с коллегами. Вы можете настроить оповещение для критических каких-то, для критически важных отчетов. Можете установить оповещение о том, что когда изменяется какая-то позиция в этой критической составляющей, вам приходит автоматическое уведомление на телефон, что вот там изменилось, достигли тех показателей KPI, которые хотели, или наоборот, крайне сильно от них удалили. Вот такие возможности дает мобильное приложение. Плюс, когда вы собираете мобильное приложение сервиса, также если вы работаете в десктопе, у вас тоже есть такая возможность, то есть вы можете смотреть на экран, как на экран компьютера, так и установить, и также установить экран, ну, чтобы настроить то, каким образом отображается у вас панель, вот эта панель мониторинга, да, что у вас переходит в мобильное приложение. То есть там же совершенно другие параметры, да, у нас совершенно другое соотношение ширины-высоты, вот, и вы можете отдельно настроить, как у вас будет видно ваш дашборд, ваша панель, информационная панель, как она будет видна на компьютере, и как она будет видна в мобильном приложении. Вот, это все делается, в общем, несложными движениями, да, очень, как бы, быстро и просто. Вот, ну и перейдем уже к активной части, да, будем создавать отчет в Power BI, то есть я загружу данные из двух файлов, один файл Excel, один файл CSV, мы посмотрим на то, какие данные куда выгружены, создадим связь между этими таблицами для того, чтобы можно было потом в дальнейшем со всеми этими данными работать, ну и сделаем несколько визуализаций, опубликуем отчет на сервис, вот такой у нас план работы с... Перейдем. Вот у меня запущен Power BI Desktop, да, как я уже говорила, скачиваете его с сайта Microsoft, устанавливается он несложно, обновление при загрузке Power BI Desktop, если произошло за это время, какие-то приходили обновления, то вы получите уведомление о том, что есть обновление, и нужно его, соответственно, Power BI Desktop переустановить. Далее, при начале работы у нас открывается вот это вот окно, начало работы, где мы можем сразу выбрать команду получить данные, то есть для создания нового отчета мы первым делом подключаемся к данным и просмотрим, какие же источники. То есть, как я уже говорила, у нас есть вариант подключения к файлам, да, файлы Excel, текстовые, то есть разделить XML, и есть вот вариант подключения к папке, да, когда мы сразу из нескольких файлов берем данные, и, собственно, они автоматически обновляются при включении обновления. По перечне баз данных, которым имеет возможность подключиться к Power BI, вы можете просмотреть список и увидеть все такие самые известные базы, которые могут только понадобиться, да, то есть у нас и Oracle, и Акцессовская база стандартная, да, и SQL Server у нас здесь, и Analyze Services, и MySQL, да, Сабхана, в общем, много-много-много всего. И этот список, в общем, он расширяется тоже очень аккуратно. К облачному хранилищу Azure тоже мы имеем возможность подключения, да, они, причем, совершенно несложные, то есть выглядят как обычные подключения к базам данных. Ну, и вот есть целый перечень служб, с которыми умеет подключиться Power BI. Здесь в том числе есть Google Analytics, скажем, или Facebook, да, вот GitHub, то есть многие-многие инструменты, от которых интересно получить данные, они все здесь есть. Также в блоке «Другое» у нас есть интернет, то есть любая страница интернет, к которой вы имеете доступ, откуда можно получить табличную информацию, вы можете получить каналу дата, в котором также бывает множество данных, ну и так далее. Плюс есть возможность подключения к перскриптам, то есть если отдельно как-то написано, можно также подключить. Ну, в данном случае мы будем все просто, будем брать данные за цель. Я выбираю Excel, выбираю «Подключить» и выбираю ту таблицу, к которой я хочу подключить. Таблица «Сейлс» у нас будет. В Power BI, как и в других аналитических системах, в отличие от, скажем, обычных реляционных баз данных, рекомендация по работе с данными, это схема «Снежинка», когда у вас, да, извините, оптимальная звезда, да, «Снежинка» — это такой частный случай, если добиться не удается. То есть основная таблица, таблица фактов, в которой множество можно, что информация, и остальные таблицы подключаются как некие справочники. Вот в таком формате с данными работать наиболее удобно, то есть больше всего происходит работа. Итак, мы подключились к файлу Excel, и мы видим здесь все элементы, с которыми можем работать. То есть в данном случае мы видим таблицу, к которой можем подключиться, а также можем подключаться напрямую к листам Excel. Ну, оптимальным считается подключение через таблицы, через динамические таблицы, как они оформляются в Excel, да, тогда быстрее и лучше просто произойдет. Я выбираю таблицу и имею возможность сразу, либо сразу загрузить данные, либо войти в режим правки, да, изменения запроса, и, собственно, там какие-то корректировки. В правку запроса мы войдем попозже. Итак, а справа мы можем увидеть, сразу просмотреть данные, которые будут отправлены в, собственно, в наш отчет, да, и мы можем на них здесь посмотреть и увидеть, те данные мы берем или нет. Итак, мы загружаем данные. Некоторое время мы подумаем, загрузим эти данные в модель. Соответственно, как я говорила, в отличие от Excel, он не имеет ограничений на количество записей. Вот, и мы получили таблицу, да, то есть мы получили данные из таблицы. Каждый заголовок, который был в этой таблице, в заголовок поля, это у нас поля, которые мы можем использовать для построения отчета. Но мне для построения моего отчета нужна еще таблица, это таблица продаж у нас. У меня есть еще одна таблица, таблица продавцов. Я хочу по ним информацию тоже подгрузить. Что я делаю? Я иду в «Получить данные», выбираю в этот раз вариант «Текстовые листы», потому что информация о продавцах у меня в текстовом файле, и вот она у меня здесь. Я добавляю этот файл. Можем посмотреть в предварительном просмотре, как Power BI нам обрабатывает эти данные, как он их видит. Ну, собственно, я их тоже загружу, и мы на них посмотрим сейчас. Так, у нас загружено две таблицы. Теперь посмотрим на окно Power BI, как мы с ним работаем. То есть наверху у нас, как во всех привычных офисных приложениях Microsoft, это лента, но у нас есть для работы с отчетами Power BI, у нас есть три режима работы. Первый режим – это тот, в котором мы сейчас находимся, в строении отчета. Второй режим – это режим работы с таблицами, в котором мы можем просматривать информацию каждой из таблиц и вносить в нее также какие-то корректировки. Вот, и третий режим работы – это режим работы со связями. То есть если у нас загружено больше одной таблицы, чтобы мы могли получить актуальную информацию, реальную, да, они как-то между собой должны взаимодействовать. По Power BI есть встроенный инструмент автообнаружения связей. И если у вас есть поля, которые называются одинаково в обеих таблицах, да, он обнаружит эту связь, они содержат подобные данные, он обнаружит это одинаковое название и, соответственно, установит эту связь автоматически. Ну вот в моих таблицах сейчас такого инструмента нет, и мы, собственно, этим займемся. У меня есть таблица, которая называется, во-первых, Table 1, а я хочу, чтобы она называлась Sales. А во-вторых, мы сейчас на нее посмотрим. У нее есть, смотрите, три столбца, которые… А, это не в ней, это в таблице Sales Person. У меня в таблице Sales Person по каждому продавцу есть имя, имя или, да, вот вообще всего три столбца, которые относятся к продавцу, но для меня сейчас актуальными являются только два, да, First and Last. Давайте посмотрим в Table 1, там есть поле, которое называется Sales Person, и в этом поле Sales Person, если мы посмотрим, собственно, те же самые имена, которые сначала у нас идет имя, потом через пробел фамилии, да, такого столбца в таблице, в загруженной таблице Sales Person у нас нет. Соответственно, что я хочу? Я хочу такой столбец здесь получить, чтобы иметь возможность срезать данные. Что я буду делать? Я в таблице Sales Person, да, на вкладке моделирования создам новый столбец. Вот у меня появилась строка, похожая на эксцельную строку создания формулы, да, она и есть. Перед знаком равенства у меня будет идти наименование столбца, чтобы Power BI было легче соединиться, я этому столбцу дам такое же название. Sales Person, да, а после знака равенства мне нужно указать, что я хочу сюда поместить данные из поля First Name, и я начинаю его писать, это название, да, посмотрите, в всплывающей подсказке очень удобно, у меня возникают, во-первых, функции, которые можно использовать при работе с вычисляемыми столбцами, да, а также все поля из этой же таблицы, которые можно использовать. Вот поле First Name, далее я к нему прицепляю пробел, в кавычках, и к нему же прицепляю Last Name. Да, также начинаю писать имя поля, вижу список, и из списка это поле выбираю и нажимаю Enter. В общем, много времени, как вы видите, это не потребовало, если бы я еще не говорила ничего, то это было бы гораздо быстрее. Вот смотрите, у нас есть столбец, который содержит имя и фамилию продавца. Теперь у меня есть поле, по которому я могу установить связь между двумя таблицами. И хотела я еще таблицу Table 1 переименовать. Правой кнопкой мыши переименовать, она будет называться Sales, для того, чтобы для комфорта использования, чтобы было логично. Теперь я перехожу в режим связей, чтобы посмотреть на свои таблицы и, собственно, поработать со связями между ними. Связи между двумя таблицами можно устанавливать очень удобно с помощью перетаскивания. То есть взять одно поле, или из одной таблицы перетащить это поле на то поле, по которому мы хотим связать эту таблицу с другой, и таким образом получить цвет. Но есть еще инструмент, который называется обнаружить. То есть если вы загружали данные, скажем, из нескольких таблиц, а потом вот так же переименовали что-то и привели какой-то столбец к тому, что он может быть использован для связи, или этот инструмент запускается при загрузке данных, если у вас реально есть столбцы, по которым идет связь, то вот это обнаружение запускается, и я хочу, чтобы оно было запущено, чтобы вы увидели, что действительно у нас создаются новые таблицы. Вот, связь между столбцом SalesPerson в таблице Sales, и столбцом SalesPerson в таблице SalesPerson. Вот, мы можем на эту связь теперь посмотреть и увидеть, что она, во-первых, у нас формата один ко многим, то есть один продавец у нас много раз встречается в таблице продаж, то есть каждый продавец делает много каких-то продаж. Вот, ну, кроме того, у этих связей в Power BI, да, можно посмотреть, что это за связь, как она установлена, по-разному с этими связями работать, и, кроме того, у них, как в последних версиях SQL Analysis Services, есть возможность установления направления кроссфильтрации. Да, сейчас углубляться в это не будем такое, потому что мне еще предстоит создать отчет, но вот возможности такие имеются. Так, мы загрузили данные из двух разных файлов, разных форматов, преобразовали эти данные, задали название столбцам, да, задали название таблицы, создали вычисляемый столбец, обратите внимание, у нас другая значка у нас отмечается. Вот, и теперь мы можем создавать отчет. Я перехожу в режим построения отчетов и построю отчет. Так, я по этим данным, сейчас я открою картиночку, я уже по этим данным думала, какой отчет сознать, чтобы мне не выдумывать заново, мы на него будем смотреть, и, соответственно, будем строить аналогичный небольшими комментариями. Вот, ваш отчет Power BI может содержать несколько различных страниц. Вы можете устанавливать варианты, в некоторых случаях, да, по каким вы сюда переходите. Можете устанавливать фи-шраницы на отдельные детализации. В общем, инструмент довольно мощный. Что здесь у нас представлено? Смотрите, у нас есть диаграмма, линейчатая диаграмма по продавцам. Пять лучших продавцов представлены. Есть диаграмма, которая называется диаграмма дерева, которая показывает нам продажи по категориям и продуктам, и разделенных на подкатегории. Буду строить, подробнее расскажу. Есть диаграмма типа спидометр с указанием целевого значения, да, и какое их значение мы сейчас видим. И есть фильтр, который позволяет нам смотреть информацию, относящуюся к определенному уровню. Вот, вот такие вот диаграммы у меня здесь построены. Есть еще один лист, где мы сможем посмотреть информацию по карте. Вот, на это мы тоже с вами посмотрим. Так, начинаем строить, собственно, отчет. Первая диаграмма, которая у меня там была, это линейчатая диаграмма. Вот она, диаграмма с группировкой. Что я делаю? Мне нужно построить ее по продавцам. У меня есть столбиц и уперт. И отображать я буду по ним информацию по суммам продаж. Вот, смотрите, у меня получилась диаграмма, в которой уже представлена необходимая мне информация. Что я хочу с ней сделать? Во-первых, я хочу, чтобы у меня выделялось цветом значения в зависимости от того, насколько хорошо человек совершает продажи. Да, обратите внимание, что данные у нас не просто так появились, они сразу отсортированы по уменьшению. Это буквально в последней версии сделали, что числовые данные, если не сказано как-то иначе, числовые данные по умолчанию сортируются в сторону уменьшения. Вот. Итак, я хочу, чтобы по сумме продаж у меня данные раскрашивались. То есть я перетащила это же поле в нас. И смотрите, действительно, чем человек больше трудился, тем более зеленая у него полоска. Ну и потом я хочу, чтобы у меня salesperson-то отображались не все, а я добавляю сюда фильтр, который мне отобразит несколько значений, а именно у меня там было 5 человек, 5 максимальных значений по тому же самому полю, который называется лайнер. Я применяю этот фильтр. Вот у меня моя диаграмма ограничена, и мы теперь видим данные по конкретным людям. Далее. Был у меня там фильтр по годам. Я хочу сюда этот фильтр добавить. Вот у меня будет фильтр. И в этот фильтр я хочу поместить поле, которое называется UberDate. Обратите внимание, что рядом с ним календарик, то есть это поле содержит данные типа дата. То есть Power BI знает, что это дата. И он нам эти данные показывает вот в таком вот виде. Я хочу, чтобы у меня это было... То есть смотрите, по датам у нас возможен вот такой вот ползунок, да, мы можем выбирать данные в каком-то интервале, и у нас, соответственно, сразу меняется то, что отображается на диаграмме. То есть учитаны те продажи, которые были вот в этом интервале. Обратите внимание, что даже первый человек у нас теперь не Линда Митчелл, а Джиллиан Карс. Но я хочу смотреть информацию не полностью по датам, а я хочу смотреть только год. Хочу сделать для этого просто список. Сейчас у меня здесь, смотрите, полностью все даты. Но что я могу сделать? У меня в поле OrderDate есть возможность смотреть просто дату целиком или смотреть иерархию даты. Обратите внимание, мы ничего не делали, просто добавили таблицу, да, в котором есть поле дата. Иерархия по датам создается автоматически. С этой иерархией по датам можно выбирать различные элементы. Вот у нас здесь поле год, нам его достаточно. При этом я хочу, чтобы у меня этот фильтр отображался не в вертикальном значении, как сейчас, а хочу убить эти данные по грузовому. Теперь у меня будет выбор, но при этом мне не нравится порядок сортировки, как я говорила, он берет автоматически по уменьшению, поэтому я данные пересортирую, чтобы первым годом, ну, попозже. То есть я хочу, чтобы у меня от 2011 года было. Мне этого почему-то не рассказывать в данные. Ладно, посмотрим попозже. Итак, две визуализации у нас созданы. Добавляем третью, которая у нас будет диаграмма дерева. Такая достаточно популярная, очень удобная в том случае, если вам нужно сравнить несколько параметров. То есть она наглядности добавляет. Вот она, диаграмма дерева. В 16-й уровне она появилась. Большое количество диаграмм добавлено в 16-й уровне. Такая у нас тоже имеется. Так, диаграмма дерева. В ней я хочу посмотреть данные по продуктам, по подкатегориям продуктов. Ну, а смотреть мы будем сумму продаж. Каким образом действует в данном случае Power BI? А, собственно, как приложение, да, офисное, ну, как если вы работаете со сводными таблицами, скажем, да, в Excel, то когда вы устанавливаете флажок, Excel также оценивает, если у вас данные текстовые, то он делает вам список. Если данные числовые, их можно суммировать, то он, соответственно, добавляет их в значения. Ну, вот так и здесь происходит, да. Мы выбрали первое поле, оно попало в группу, да, выбрали следующее поле, поскольку текстовое попало в подробности, выбрали числовое значение, оно попало в значения. Вот мы и видим, собственно, эти суммы. Что мы видим? Что у нас есть группа товаров, да, которая называется байк, и эта категория байк делится на городские, да, горные велосипеды, и по каждой группе мы можем посмотреть информацию, можем увидеть, как они соотносятся. И во всплывающей подсказке мы видим, собственно, точные данные по этим значениям. Видим, что группа, которая называется компоненты, она меньше, но делится на большее количество подгрупп. И самая маленькая группа, в которой мы продажи осуществляем, это аксессуары, да, там тоже множество различных подгрупп. То есть таким образом мы можем сравнивать, быстро сравнивать информацию. Далее, последний на этой странице элемент, это вот такая диаграмма датчиков, да, также я ее сюда размещаю. Вот у меня диаграмма датчиков, что я с ней делаю в дальнейшем. Будем мы также оценивать сумму продаж. При этом, смотрите, если мы выбираем отдельный какой-то год, у нас не меняется количество закраски, просто меняется максимальное значение сейчас. И мы видим подпись, сколько же у нас за этот год было сделано, на какую сумму были продажи. Вот, для того, чтобы видеть, как изменяются у нас значения, я укажу следующее. У меня есть... Вот ось шкалы, да, вот диаграмма датчиков. Максимальное значение я здесь установлю, когда у нас никакой год не выбран, да, у нас здесь где-то 81 миллион, соответственно, я установлю, что максимальное значение у меня 81. Вот это максимальное значение. Практически до конца, если мы смотрим... И целевое значение для каждого года, это у нас будет 15 миллионов. Вот, вот у нас появилась, да, появилась линия, которая указывает, сколько же достигли ли мы этой цели. Вот, и теперь, то есть вот такие значения у нас будут. И теперь, если мы выбираем какой-то конкретный год, мы видим, что вот в 14-м году, предположим, да, у нас 11 миллионов, вот видно, сколько до цели. В 15-м году мы цель превысили сильно, да, в 12-м году поменьше превысили, в 11-м году снова до цели добрались. Ну, вот каким-то таким образом. То есть вот, да, я создала несколько элементов, ну и последний создам, как на том примере, который у нас есть, диаграмму в виде карты. Попробуем для начала ее создать просто автоматически. Сейчас я установила флажок кантри, да, страна, и у меня на экране появилась не карта, а появляется просто перечень стран в таблице. Это происходит потому, что у нас никак не определено, что вот тот текст, который содержится в столбце кантри, да, что это имеет какое-либо отношение к карте. Да, но здесь сделать все прекрасно можно. Можно выбрать ту категорию, к которой относится данное конкретное поле. То есть кантри это у нас страна или регион, и стейк-провинц, это, собственно, наверное, когда в версиях меняют русское название, становится немножко тяжеловато. Итак, то есть смотрите, теперь у меня два этих поля, которые я отметила, а еще есть территория, вот территория, ну неважно, достаточно, да, эти два поля теперь отмечены значком, который похож на глобус. Соответственно, если я теперь ставлю флажок у этого поля, смотрите, у меня автоматом создается визуализация типа карты, на которой сразу отмечены те точки, в которые мы осуществляем какие-то продажи. Карта создается на основе карты BIN, соответственно, для того, чтобы визуализации работали, у вас должен быть доступен. Ну и что я еще сделаю? Я в эту карту добавлю сумму продаж, да, флажок я поставила, автоматом это значение попало в поле, которое называется размер, и вы видите, у нас теперь размеры этих поля разные, видно, где продажи были больше. Вот. Настроек тут еще есть много всяких интересных, но сейчас мы этим заниматься не будем, потому что нам этот отчет еще нужно успеть опубликовать, а времени уже почти не осталось. и так, ну, делается это тоже быстро, да, у меня есть вот такой отчет, надо его только сохранить с каким-то именем. Я его сохраняю. После чего, поскольку я уже заходила со своим именем, да, на, как бы, я могу сразу нажать значок опубликовать, выбрать, в какую рабочую область я публикую. И вот у меня идет публикация отчета на сервер. То есть формируется некий набор элементов, который нужен для работы с этим отчетом. Это набор данных, которые необходимы, и плюс, вот, собственно, все эти визуализации. Вот. Успешно прошла публикация, теперь, перейдя по ссылке, я могу попасть на свою страничку, на сервис Power BI, и увидеть этот конкретный отчет. Карта у нас создана, да, на странице 1 у нас те самые диаграммы, с которыми мы работали. И дальше на основе этих элементов, а также любых других, которые у нас имеются, мы можем создать собственную панель мониторинга. Таким образом, я хочу туда разместить не все, а хочу взять только карту и только вот этот вот датчик, предположим. То есть я беру визуализацию, у меня здесь есть такой значок «Закрепить визуальный элемент», то есть это, на самом деле, отправить его на панель инструментов, на панель мониторинга, еще информационная панель она в некоторых случаях называется. Итак, я хочу новую информационную панель, которая будет... даю новую, нажимаю «Закрепить». Теперь, если я перейду к информационной панели, да, мы увидим, что там такой элемент имеет. Если я хочу туда добавить что-нибудь еще, область, вот мои панели мониторинга, вот мои отчеты, все перечень здесь имеется, да, и здесь я могу, собственно, вот я к нему вернулась и хочу отсюда взять еще вот это вот. Хочу его закрепить на существующей панели. Ну и для того, чтобы было хорошо видно у нас, что это действительно возможно с разными элементами, вот такой вот еще возьму только продаж из другого отчета, да, и я хочу его на ту же самую панель. Вот, после чего я могу посмотреть на эту панель мониторинга, где она у меня находится по ссылке, и мы можем увидеть, что у нас здесь есть... При этом эти элементы выравниваются относительно друг друга, то есть чтобы на них лучше было... Также можно и менять представление, если мы решили создать представление для телефона. Да, то есть дальше что мы делаем? Дальше мы можем этим отчетом поделиться, отправить информацию коллегам и смотреть, собственно, в мобильное приложение и как оно работает. Вот. Итак, мы сделали с вами основные вещи, которые нужно сделать при работе с Power BI. Мы собрали данные, никак их не трансформировали сильно, хотя это очень большой и красивый инструмент, я его прямо обожаю. Мы собрали данные из двух разных источников, создали вычисляемые поля для того, чтобы данные из разных источников связать, связали их связями, после чего построили отчет и в этом отчет... Как бы этот отчет выложили на сервис и создали на основе него панель мониторинга, на котором можно смотреть различные визуализы. Вот. То есть такой... Все основные действия мы с вами проделали. И после этого остается только как бы радоваться и переходить к изучению всех возможностей Power BI, которые у нас имеются. Соответственно, про то, если вы вдруг захотите узнать про него больше своими силами и нашей помощью, то есть вот два таких хороших курса по анализу данных. Анализ данных Microsoft и Цель. Почему про него здесь? Потому что, как я говорила, это общий инструмент. В курсе по анализу данных в Excel очень много внимания отводится как раз к трансформации данных, обработке данных и работе с функцией DAX, которые позволяют расширить вам возможности аналитики. Вот. И анализ данных при помощи Power BI, тоже большой курс трехдневный, по как раз созданию вот этих всех отчетов, по работе в сервисе, по работе с источниками данных. В общем, вот такая работа. Каждый курс в отдельности, он составляет 24 академических часа, то есть три дня. Но если интересны оба курса, они поскольку пересекаются, то, в общем, эта информация в пять дней прекрасна. На этом мое краткое выступление заканчивается. Если у вас есть вопросы, задавайте. Сейчас я посмотрю, что у нас в чате происходит. Нет, никаких вопросов пока не было. Я надеюсь, что вам было меня слышно. Если какие-то вопросы есть, то, пожалуйста, задавайте. Я думаю, что в этот момент уже можно даже, наверное, начинать включать микрофон и говорить голосом, если есть такая... Но лучше это сделать в чатик. Я думаю, у нас 3-4 минутки. Мы ожидаем вопросы от зрителей вебинара по тому, что мы сегодня увидели, или вообще по Power BI, если есть какие. И прочитаем их. И Александр постарается ответить в онлайн-режиме. Ну а впоследствии, если кто-то надумает спросить позже, то обращайтесь к нам по электронной почте. В частности, на мой адрес можно, от которого шла рассылка с приглашением на вебинар. Коллеги, если вопросов нет, можете просто написать нам какие-нибудь пожелания и рекомендации, или просто какие-нибудь вещи. Возможности Power BI и ClickView. Я, пожалуй, возьму слово на эту историю. Сейчас-то один из часто задаваемых вопросов. Давайте сначала я немножко, а потом, может быть, вы тебе добавите. Итак, Марат, смотрите, на мой взгляд, ClickView имеет значительно больше, по крайней мере, на сегодняшний день возможностей в отношении настроек отдельных визуализаций. Потому что в ClickView вы можете в любой точке данных, вы можете в любой точке визуализации можете приписать формулы и сказать, что там, не знаю, вот этот столбик будет вычисляться и будет там оттенка синего цвета, а вот этот столбик – оттенка зеленого цвета, и вычисляются они по каким-то параметрам. Power BI настолько мощно не умеет настраивать именно отдельные визуализации. Но если ваш интерес очень сильно завязан на трансформацию данных, на установке связей между различными источниками, то в этом случае с Power BI работать проще и как бы лучше, да, то есть он умеет вот это делать легче. Плюс у них еще есть принципиальное отличие, и тут вам нужно уже решить, каким образом вам работать. Все-таки клик-вью – это у нас модель данных ассоциативная, а Power BI – это модель данных реляционная. И за исключением того, что у нас теперь есть двунаправленные связи, но все равно это реляционное взаимодействие, то есть у него организованы связи всегда один к одному или один ко многим. Нет варианта, что у вас соединение многие ко многим. А в клик-вью это возможно, то есть он не отслеживает, чтобы у вас одна таблица была вот с большим количеством, да, чтобы в одной таблице у вас поле было уникальное, в другой не уникальное. В этом есть свои плюсы и минусы, и надо оценивать конкретную ситуацию. Вот, Сергей, может быть, что-нибудь вы добавите? Да, в принципе, соглашусь с вашими соображениями. Кроме этого, добавлю, что назначение системы одинаковое, но есть много отличий. Отличий как в бизнесовых, так и с точки зрения разработки, с точки зрения администрирования. Вот, и однозначного ответа, что лучше, в этой истории не существует. Для каждой компании он индивидуален. Ну, вот как руководитель по продажам, как наблюдатель этого рынка, я могу сказать следующее, что Power BI это в большей степени на данный момент инструмент для малого бизнеса, а клик-вью, в свою очередь, это наоборот инструмент для большого бизнеса. То есть Power BI скорее воспользуется сеть из 10 магазинов, а клик-вью, там, компания типа «Газпромнефти» или «Сбербанк», это их мейджорные на слуху клиенты. Собственно, отличий в частности их можно искать много. Есть некие глобальные, которые мы готовы озвучить. То есть, в частности, клик-вью не требователен к отсутствию хранилища. Он может работать с 20 источниками данных без хранилища. В случае с Power BI хранилище надо будет делать, скорее всего, надо будет делать его в Азуре, потому что не облачная версия Power BI, она имеет ограниченную функциональность. Соответственно, накладывает ряд ограничений. Если готовы на облака, если готовы на некие ограничения в Enterprise функционале, это разграничение прав доступа и так далее, если готовы на некие ограничения в визуализации, в ее очень тонкой настройке, то Power BI может для вас сыграть, может быть разумным решением. Если у вас более серьезные требования из серии, нужно будет форматировать каждую строчку до миллиметра, до пикселя. Если у вас речь идет о сотнях пользователей с сложной системой управления прав доступа и так далее, то это уже история, скорее, для клик-вью, например. А так, этих факторов можно написать десятки, и для каждой компании список с точки зрения весов их значимости будет сильно разным. Поэтому сравнивать их как двух динозавров на бумаге, наверное, смысла нет. Оба хороши, просто для разных компаний, для одних будет клик-вью, для других Power BI лучше. Ну и в вашем случае готовы будем отдельно пообщаться после вебинара, если этот вопрос у вас там остро стоит, и у него есть какое-то прикладное значение для вас. Вот такой будет комментарий с моей стороны. Передам слово Александре. Можно ли соединять таблицы по двум полям? Составной ключ. Нет, нельзя собирать по двум полям. Ключи составные невозможны. Соответственно, вам нужно будет просто создать вычисляемое поле, которое состоит из двух полей источника, да, и по ним уже соединяем. Как вы видели, поля соединять несложно, так что это все вполне легко и просто делается. Леги, еще какие-нибудь вопросы? Кажется, зрители исчерпали вопросик. Если на сегодня вопрос у вас больше нет, то спасибо вам большое за внимание. Если вопросы появятся, то, соответственно, пишите ответным письмом. Все вопросы стараемся ответить. Спасибо за внимание. Всем хорошего завершения рабочего дня и будем рады видеть вас на следующих вебинарах. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»